Всем привет, дорогие друзья! С вами Мрамор и Катархонт и Европа Универсалис 4 с модом Russian Universalis за Большую Орду и за Айратов. Хотел сказать, за Нагайцев. Всем привет, дорогие друзья! С вами Мрамор, 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 3, 4 Мрамора с вами играет сегодня. Продолжаем нашу эпопею за кочевников. Я просто тебе... Жаль, нет экранизации всего. То, что мы здесь творим, это полная жесть. Это игра престолов, я бы сказал. Особенно узбеки могут подтвердить мои слова. Династию, которую предали, да? Когда подсуетились соседи. А ты не видел мемас, короче, типа... Литва, типа, расслабилась и тут подсуетились тевтоны? Ничего с ней случилось. Не видел мемас такой? Давно было. Нет. Ну, типа, короче, закос под превью, типа, порно, знаешь, типа, там метка написана, теги, и, типа, название. Литва расслабилась, тут подсуетились тевтоны. И там, короче, скрин из Европы, типа, Литва такая, одна вместе с Польшей. И с ними воюют все, кто в округе. Не, не видел такого. Ой, смотри, как я их сейчас просто в ноль сделаю. А, знаешь, почему я не мог Казань так легко разбить? Потому что у нее четыре. Вейнтех тоже четвертая, а у Нагайцев до сих пор третий. Вот в чем дело. Ну все, я шотнул, кстати, их. Мне надо монголов захватить, этих обочинок. Сейчас я своего вассала буду захватывать, дорогие друзья. Ты его освободил, что ли? А? У меня стабильный снижение с 1 дали. Я сначала сфабрикую на него шпионскую сеть. А, не, пока невозможно. Ну, блин, если я их выпущу, то они, возможно, прям сразу с кем-то союз подпишут. О, смотри, у меня опять неподкупные, опять Ибрагим Паша. Сейчас я, короче, своего вассала выпущу и нападу на него. Блин, люблю Европу. Нападаю. Блин, Stone Message вообще самый топовый трек. Вольные каменщики, типа. Вольные каменщики. Держава, Вятка предлагает. А ты пил Вятский квас? Ты думаешь, я помню такого? Я пил Вятский квас, прикинь. Ой, подожди секундочку. Ты болтай, болтай пока. Смотри, друзья. Сейчас мы с вами. Сейчас мы с вами. На монголов этих вот, этих вот. Но зрители, Дима, не знаю, видят ли, не видят. Монголов я сейчас выпущу. Ну, то есть, так как я не могу их никогда присоединить. Да. Они непокорные, так сказать, господа. Мы их просто берем, выпускаем нафиг. Да. Снимаем статус вассала. И, короче, я ему войну закидываю. И просто полностью захватываю его. Так будет лучше нам обоим. Я так думаю, да? Но главное, чтобы они, короче, ни с кем не закинтовались. Подожди, ты еще сейчас снимешь им это добро, то они какое-то перемирие время у вас будет. Ну да. Смотри, за это время они их могут захватить. Ну, сейчас посмотрим. У меня просто правитель еще дурацкий. 0-2-1, так еще два негативных эффекта подряд. Ну, вообще жесть. Знаешь, вот когда тотально просто не повезло. У нас с монголами два года, короче, мира. Ну, немного. Кстати, сейчас я выйду на общую границу с тобой. Только у меня рекрутов теперь в Халамину вообще нету, ни одного рекрута, короче. Ну, они со всеми разосрались, монголы, потому что, типа, они были моим вассалом, и мы со всеми успели плавать. Ой, отделение Астрахани, прикинь, у меня ивент. Это, типа, Астрахань, как независимое княжество будет, да? Да, иначе сейчас плюс 300, минус 300 бы. Ну, выдели. Ну да, это было по истории Астраханское ханство. Это. Я послал нафиг, но я зато стабильность потерял, но я послал нафиг. Так дал бы им Астрахань, потом бы захватил. Да ага, нам бы засоюзничать с османами или с крык-кейнлю, ты че? А там много провинций Астрахани хотел выйти? Пять или шесть. Охерели, что ли? Короче, я принял институт. Ой, феодализм подъехал, прикольно. Я теперь феодал. Я теперь исследую рынки. А, не, рынки нельзя брать, пока же мне надо это. Для мира. То есть... А, ну да, кстати. Так у тебя феодализм не везде внедрён, че за фигня? Ну а там надо как бы больше 20% что ли, 10%, и тогда ты можешь заплатив деньги ввести. Я деньги заплатил. А каким образом это делается? А ты не хочешь с Магулистаном повоевать? Алло. Хочу только сейчас над Монголов присоединить, и только потом повоюю. Ну тогда я просто сейчас мир заключаю, мне нужно рекрутов восстанавливать. Ну да, я тебе предлагаю пока что рекрутов покопить. Я вот рекрутов собираю. Короче, я вот такую сардельку оставлю в центре своей империи. Сардельку. Это богатая фантазия. Ну ты сейчас увидишь просто. Да что б тебя. Во, 50 монет могу забрать. Ну смотри, короче. Но надо было сделать так, чтобы никому ничего не доставалось по соседству. Это резервация, короче, да. Ногайская резервация просто. Пусть кочует в моих пределах, да? Да. Блин, ну как Москва так много войск может содержать? Я не понимаю этого. Они либо у Москвы ничего не стоят, либо у нее очень раскачанные пробы. Так пробы там раскачанные. Офигеть, 8, 18, 15, они что, охерели в России? Универсис, такие пробы давать. Там пробы реально крепкие, у него что ты хочешь. Новгород вообще на 27 раскачан. И он сейчас отойдет в Москве опять же. И Москва будет просто... Убер на гиббетер. Да. Ой, у меня восстание всего 0,7 риск. После того, как я поднял. Прикинь? Угу. Вообще идеально. Ну что, запускаемся? Ой, а знаешь, куда хотел сходить? Куда сходить, в туалет? Нет. В Феодора. Если это можно назвать туалетом, то да. Музыка красиво пошла. Да. Ты знаешь, что сейчас играет? С Монгола, да. Чего в данный момент не играет никакая мелодия, что я слушаю? Чего? Вот это играет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот это, короче, фигня. Так, я типа... Типа вокал, короче, что ли? Где ла-ла-ла поют. А это в каком треке? А я не знаю, мне пишут, что ничего не играет сейчас. Может, Тимоти? Тимоти, конечно. Ой, а карканлю противника. У нас теперь с тобой есть контакт. Да, не ожидал. Все, мы теперь контактируем. Ага. Так, короче, я хочу сделать одну неприятную вещь, в частности, которая урежет мою армию, но зато сделает ее более боеспособной. Вот. Айраты. Вау. Мафака. Блин, сейчас бы рекордов намутить. Вот именно, мне бы та же самая проблема, кстати. Так, ну ладно, у нас шейх Авлиер Тимурчи. Вообще, молодец. Я, короче, еще одну войну сейчас запилю. А у тебя усталость войны успеет откатываться? Она у меня уже ноль, я ее иногда дипкой снимаю. А что сплоченность дает? Что нам давать? Короче, она меньше, чем у тебя меньше диста и меньше нац духа. Когда она у тебя максимальная, у тебя она в плюсе, а когда на середине по нулям, то есть 50, а как меньше, у тебя будет нац беспорядки больше и диста меньше. А, типа, надо прово сжигать? Да, разорять. А все прово, которые я захватываю, разоряю. Ну, кроме, вот сейчас Ногайский. Я Ногайский решил не разорять. Блин, методика, этот, система ОРД, конечно, не очень. Не, почему? Она нормальная, на самом деле. Одна из следующих судей должна быть выполнена. ОРД приняла все идеи экономические, новаторские, административные. Ой, погоди, то есть я сейчас объявляю войну, Грузия не вступает, Валахия вступает. А я могу Валахию забрать? Ты Феодору кинул войну. Да. Он мне какой-то смешной монах. Жесть, надо заскринить. А что у тебя там с ним? Да там, короче, какой-то смешной японец такой угорающий, короче, сидит. Ой, у тебя этот фанатик оправить, он нифига себе. А что, фанатик это крутой трейд? Эффективность миссионеров плюс один процент. А, типа, бога любит. Типа, это круто, то есть ты быстрее будешь веру менять. А на меня, кстати, османы вражде обликно относятся. Ну, прикинь. Есть одна провинция. Там две провинции только разорить можно. Ну, норма, в принципе. Который выше трехразвития. Да. Так, указания перемирят со мной до 68-го года. Ох, как долго-то. У нагайцев 7 тысяч все равно, хотя она такая округленная, но все равно 7 тысяч. Я просто офигеваю, откуда. А у них крепость есть в столице. У меня минус 1,82. Вот, топчик, топчик. Сейчас на Рым захвачу и всех разорю нафиг. Дворяне требуют привилегий. Что им сказать? Послать их, правильно. Что в понимании привилегий? Не знаю. Короче, надо с беспорядки везде поднять. На плюс 2. У меня очень жутко не хватает админки. А-а-а! Он союзников подогнал. А с кем он в союзе? С пельменем? С пилыми этой? Ты, смотрите, не разберешься, что там. У них воинтех... А, нет, у них воинтех 4. Ну ладно, тогда. Но тут можно сейчас и в Сассандре сделать. Ну, давай я сделаю вот так вот. Сейчас, подожди. Где тут посадь кондотеров-то? А, не могу. Не-не, я их сейчас сам попытаюсь нагнуть. Ну ладно. Но это не точно. Я могу тебе... Ну, если надо, я приведу потом свои войска, чтобы закарать их. Я, правда, сейчас Феодора захватываю. Ну ладно. Сейчас я их стол... Сейчас их стол захвачу, короче, походу. С османами отношения? 26. Ну что ты, осман? Ну давай уже. Давай, друзьями будем. Нас разделяет 3К. А какой шанс? То, что когда умрет правитель у врага, отношения станут лучше, а не враждебные. Не знаю. А что, это как-то зависит? Мне кажется, новый правитель, новый взгляд. Я очень на это надеюсь. Это типа Трамп, да? Ну да, типа так. Типа новый правитель, новые взгляды на другие страны. Может быть, есть шанс. О, ВНТ-5. Новый миропорядок, да. Да, о, у меня рекруты уже в плюсе 311 целых рекрутов. Офигеть, у меня войска умирают. А ты что, продуваешь им? Не, я их унижаю просто. А ты что делаешь? Ты просто разграбил, что ли? Не, не, я столицу беру и... Все, и война закончилась. Сейчас, столицу надо взять только у них. А, я думаю, война закончилась. А то у меня война закончилась, я Феодора забрал. Смотри, они какую смешную сардельку сделали. Абдорск, Казым, Ляпин, Остяцкая. Остяки, это кто такие? Это вообще кто? Ты про кого? Ну, Воскай, это... Я понял, ты про эти мелкие страны, да. С Северного моря. Это чтобы в Москве было удобнее идти, на самом деле. Они сделали, чтобы они могли выдвигаться. Там не Северное море уже, там совсем другое что-то. Или Северное, Северное же у Новгорода вроде бы должно быть. Ну, не Северное море, этот... Море Лаптиоха, или что там. Ну, ты, короче, мы друг друга поняли. Да. Когда географию знаешь? Может, тебе помочь все-таки в этой войне-то? Зачем? Давай помогу. Стой, стой, постой, подожди. Сейчас, если они не готовы будут принять мир, тогда поможешь. Не, давай я тебе помогу, а я хочу пилым сделать вассалом. Пилим. А зачем ты ее сделаешь вассалом? Ну, чтобы была территория. Так я ее захвачу. Захватишь? Ну ладно. Что-то мы как-то замолчали. Ну ладно, воюй, короче. Я тебе разрешаю. Давай. Спасибо, хан. Спасибо. Разрешение просто такое. Знаете, сверху... Я, знаешь, ярлык от хана такой, типа, разрешение на войну. Да, надо распаузать. Да. Блин, ну тут, короче, за этих монголов, обоссанных, вообще это... Охереть, они... Всех захватило, и они только 37 мира. Вообще. Пузатенький карапузик. Ты вообще понимаешь, с кем связался? Так может, все-таки привезти войска-то? Зачем? Сейчас я уничтожу только карапуза. Ну как знаешь. Я предлагал. У меня, кстати, деньги в минус 1,60 идут. Ну вообще хреновенько. А я еще и миссионера отправил зачем-то. Нафиг надо. Ладно, давай помощь. Ну ты, конечно, вовремя просто вот... Подтвердить. У меня просто могут в восстании сейчас восстать. Я не знаю. Ну ладно. Так, короче, я к тебе веду этих лошадок. Я думаю, хватит 10 тысяч лошадок. Так, они хватит. Я просто скоро в ВНТХ хочу новый взять. Поэтому я восстания давить не хочу. Так, 10 лошадок. Дженни Бек, второй Делгера. Какой-то так. Так, доход налогов, эффективность миссионеров. Блин. Короче, я бегу. Дип рипа. Здесь не все так просто, как кажется. А когда было все просто? Никогда же. Шарванский сепаратист. Так, 10 частей. Сколько, на сколько сбавит эту какого напряженку? Ну... И 10 частей. 10 на 2... А, на 2,5 всего на все. Не, беспорядки, на сколько сбавит. Я хотел вспомнить. Угу. Ну, я вспомнил. Так, национализацию. Забыл об этой вещи. Вещи, 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 вещи. Не идеально. У меня дипломатический вес 100. Я вам не помню. Это ваши кони так долго едут. Учтите, что это только одни кони. Если бы тут еще была пехота. Но они, кстати, не могут территорию отобрать. А нет, могут. Могут. Они тупят просто стоят. Мы сейчас идем. Идем сейчас разберемся. Давай, я с левой захожу, ты справа. Окей. По схеме работаем. Ой, а тебе алкоголик. Знаешь, просто черты моего правителя. Погоди. Болтун. Злобный алкоголик. А не алкоголик. Это мой наследник. Ладно, ладно. Сойдет. Наследник. Он вином упивается, типа. Кому с правителями везет в этой игре? А просто, ну, явно мне, да? А у меня деньги в минусах. Ой, боже мой. Мне нужны деньги. А куда они сваливают, эти дотики? Они в пустые провинции, походу. Я, короче, тоже справа захожу. Не, я не пойду воевать там, где они ходят. А я пойду. А у тебя 10-ка не смогут выиграть? Конечно, у меня 4-й воинтех же, ты че? Ой, правда, они... 16-с. Да, я вижу. Передай мне праву, может, они на мир согласятся, которым мне нужен. А, это две правы черкесы захватили. Да. Красавцы вообще, да, ребятки просто? Да, по схеме работают. Я говорю, вассал классный. Ну, все, я тебе вернул. Что, они мне что-нибудь ни на что не согласят? Угасно. О, кстати, можем зажать. Давай там зажмем. Я сейчас через Абатуру иду. Давай. И Восоруху. Ну, вон, они полным стеком сваливают. Нет, не полным. Ну, а, нет, уже полным, ладно. Давай, ээээ... Прессанем их. Давай тогда, я вся Яны сейчас их, типа, если они... А я на свою столицу. Ой, я уже их атакую, я боюсь, я сейчас их атаковать буду. Боже мой. Нет, не успею. Офигеть, мы их гоним просто по всей моей империи. Ну, ладно, не империя, а... Полезное развитие армии. Нет, я не согласен. Я не согласен. Так, я иду в Шарлэк, короче. В Шарлэке сейчас битва будет. Я тоже тогда... Чоп, чоп, топ, топ. Ой, как я их шотнул-то. Я их шотнул без тебя даже. А вот этих сейчас с тобой вместе. У тебя просто кони дикие, видимо. Тогда... Ну, все, короче. Все. Они просто не соглашались в Тодике. Э! Отдавайте земли все своей бабке. Не согласны, что ли? Они не согласны бабке отдать. Сейчас, месяц пройдет. Так тебе еще деньги нужны, е-мое, серьезно? Да. Ох ты. Ладно, я пойду им на уступки, чтобы они согласились. Как всего много-то тебе надо. Офигеть, они даже без бабок не согласны. Ну все, короче, придется ждать тогда 10 месяцев. Так пошли в Пилы. Ну погнали. Я уже туда иду. Почему бы не сходить туда и не захватить? Ганжа. Ганжа. Я хотел сказать. Янжа, янжа, янжа. Что у него там стабильности? Там обещают восстать 7000. Ой! Фу. Серьезно, 7000, это не страшно. У тебя бабки есть? Ага, в минуса, которые идут. Хорошо, я как раз тебе, типа... Типа, чтобы подписчики не говорили, что я, типа, нахлебник. Нифига себе, 200 монеток. Нихило это. Так, а тогда можно застроиться, в принципе. Не, подожди, сначала можно выплатить заем. У меня у Хана вообще крутые трейды, ты посмотри. Он, короче, фанатик, предприниматель. Вот знаешь, тебе везет, а мне все негативные просто. Смотри, черкес уже захватывает их столицу. Ну пусть захватывает. Я просто черкесам не нарадуюсь. Они за эту серию, я не знаю, за все эти серии они просто творят в одиночку. А ты читал этого, как его, героя нашего времени? Да. Там уже тоже про черкесов было. Офигеть, у тебя боевой дух высокий. Какой? Твоих атакуют додиков. Ой, погоди, 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 погоди. Да ну возвращайся, ну-ну-ну-ну-ну. Все, идет. Ты успеешь? Да, ты успел их унизить. Да они просто в хламину сейчас разнесутся. Все. Кто тут еще против меня будет? Попробуйте только. Твоих додиков унижают. Они даже, в принципе, погибнуть-то не успели. Они не смогли это сделать. Черкесы просто не... Блин, Московия захватила Вятку. Блин, это плохо, она сейчас в Пермь выйдет. Да, кстати, это вообще не круто. Поэтому, если что, я, может, пилым сейчас попытаюсь к себе забрать. Так ты не сможешь национализировать. Так вассалом сделать. Ну забери пилым, как хочешь мне, погер. Ну посмотрим сейчас, как выйдет. Так, ну все, в принципе, у них... Я так понимаю, никого не осталось, да? Потому что Казань, это только 68-й год. И пока 68-й год будет, фиг его знает, сколько время пройдет. Ну давай, бери, что ли, ее, бери уже. Налог во славу Аллаха. Нет. Нет! Когда суперкрутой... Когда у вас крутой правитель? Все. Смотрим. А ты можешь ее сам по миру сделать моим вассалом? Чисто отдельно с пилыми замириться и сделать ее моим вассалом? Я ее могу только своим вассалом сделать. Она согласна... Ну тут только такое требование. Ордынский вассал. А, вот, да! То есть делай ее отдельно с ней так, замирись, а потом отдельно с уже... Ордынский вассал, вот, да, она к тебе улетает. И стыдься потом... Все, а теперь ты с Ордой спокойно мирись. Все, она, правда, против меня немножко бунтует, но сейчас успокоим. Снимай, давай. Сейчас, подожди, я его успокою немножко. Так, как там можно было успокоить местную знать? Престиж потеряем, но ничего страшного. Все. А че, мира нету? А, у тебя дипломат не вернулся? Да. О, коррупция. У меня же так прозвучало, о, коррупция, как будто бы это было радостным прям таким... Еее, коррупция, бро. У меня 666 военных очков, и я беру 5-й воинтех. Тебе нужно искоренить твою привычку стоять на паузу. Почему? Ну, потому что она высокому скилу мешает. Нет, она, наоборот, помогает высокому скилу. Как здесь все сжечь нахер? А кто такая Конда? А, рядышком так находится. А кто такой? Слышь, а можно Москву же сжигать, да, и, короче, типа, потом обратно ее возвращать. Ну да, можно так все делать. Только до Москвы еще доберись. Знаешь, что проблема? Я захотел на Пермь напасть, а там Казань вступается. Казань и Швеция. Че, ты готов ко второй войне или дать небольшой отдых? С кем? С Казанью? Да. Ну, как хочешь, только я тебе никаких войск не подведу, никакие. Так вот я тебя про это и спрашиваю. Так я просто с монголами свое, как бы. А, ну тогда ладно. Пермь и Ляпин. Во, я вот что сделаю, смотри. Сейчас, короче, я делаю вот так вот, привожу эти 10 КАА. Или по ГАИДу не привожу. Короче, сейчас надо с этим разобраться сначала. Смотри, я, короче, сейчас монголов забью ногами. И тогда мы можем. Ну, я сейчас тут еще с повстанцами разберусь, а то мне не нравится, что повстанцы здесь немножко бунтуются. Блин, надо передать воинов. Во, отлично, через несколько месяцев у меня повстанцы уйдут в ноль. Отлично. У меня минус 1.44 по доходам. У меня экономика вообще слабенькая. Интересно, у монголов как там все, как дела? Кажется, не очень. Хоп, хей, ла-ла-лей, привет. Отдавай все земли. Залетаем с двух ног. Я буду земли сжигать, потому что они меня бесят. Если там твоя культура, то зачем? А, да, точно. Ну да, если бы там были не местные, я бы их сжег. Так, походу придется воевать с Казанью. Ой, как плохо-то. Так, летопись, войска армии и того. Казань, 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 Казань. Казань 15 тысяч, максимум 31. Нифига себе, у ней 34 тысячи рекрутов. Вот объясняй, откуда столько рекрутов у Казани. Просто вот. Понятия не имею. У меня их нет, поэтому... Понятия не имею. Я здесь не советник. А почему у меня дип-отношений так много? А-а-а. Все, я понял. О-о-о. Отлично. У меня опять... Узбеки опять согласны со мной на день брака, на союз типа. Они не учатся на ошибках, просто пойми. Не учатся. Не знаешь, у меня все трейты негативные. Вот все до единого. Даже у Ханума, ну типа у этой, которая будет потом у вас. Которая будет править, да. Да, доход от налогов минус 10. Там минус 10 эффективность торговли. Здесь обнаружение шпионов и желание свободы в субъектах. И за какое счастье мне так привалило-то? Жалобы местных властей. Ой, погоди, я же с Феодором могу замириться, точно. 170 монет, прикинь, сейчас я получу. Эй, вы! Давайте брак. Отлично, мы сработаемся. Ну и Феодора разграбил. Мы теперь с мином крутые братья. Че, вы пани братья теперь? Угу. Знаешь, что прикольно? Я смог нажать на налогах, в налогах на строительство мечети. Нажать и выбрать. Но не могу строить, потому что у меня теперь уровень нужен четвертый. Но нажать я смог. Ты нажиматель. Я мега нажиматель. Да, потомственный. Самый быстрый пальчик Дикого Запада. Фасткликер, как Леша Халецкий. Фасткликер. Так, у меня 20 тысяч. В принципе, Казань я смогу осилить, но Казань это 68-й год. Ай, Генуэй, Литва, Рязань, Казань, Кракенлю. Накопайте войной. Ой! Полтин восстал. Тебе разбитие? Тебе разбитие? Было бы неплохо. Ну, знаете, сейчас придур забьем. Знаешь, такой вопрос. Тебе разбить их? Да. Ну ладно. Все, приду. У тебя войска просто сильные. Так 5-й в Индиях что-то хочешь. Офигеть там в Японии суета какая-то идет. Так это Япония. Там всегда такой трэш творится. Мне вот правителя сдох бы поскорее. Вот был бы вообще классный. Дженнибек, второй Делгер, бояр. Смешное имя у него, если честно. Ты знаешь, пока его выговоришь, пройдет столько сил и времени. Так, короче, я теперь по Фрейду захожу. Ты серьезно? У меня нет правопрохода на твоей территории, ну. Так мы же союзники. Ну и что? Правопроход-то дать никто не запрещал. Один брат прилетел заодно. Отлично. Ну и подумал, надо скрепить наши отношения. Да, узаконить их. Да. Так, сейчас захожу вот так вот. Сейчас такая заходочка. Опа! Куда побежал? Куда, куда? Опять? Опять это смешная херня. Какая? Ну, где монах такой стоит, короче, тибетский такой угарный, смешной. Ага. Так, одних я разбил. Сейчас я тут заберу вот эти правки. 12 тысяч еще тебе помочь разбить. Ой-ой-ой. Это много. Еще 10? Ты хоть видишь сколько-то теперь все прав. Так это эти. Монголы. Я знаю, бывшие монголы. Сейчас я надо их частично их земли сжечь. Ну ара-то вообще мощно выглядит. Больше даже, чем Большая Орда. Чтобы хотя бы на среднем уровне держались мои эти супер-традишн. Смотри, короче, сейчас будет. Сейчас объединяются только вот эти две армии под управлением нашего Дженнибека, потому что его надо слить и в битву. О, национальная просто норм тема. Ну я, короче, захватываю их и убиваю их. Да я вижу, ты это убийца 228. Так, чуть у восстания. Ты сам отберешь или? Да, конечно. Ладно, я тебе помогу все равно делать пока нечего на своей территории. Так, Венеция просит проход войск. Держи. Я готов повоевать с твоими хейтерами. С кем ты там собираешься рубиться не на жизненный насмерт? Ой, нет, уже не собираюсь. Там Новгород, Казань и Конды. Я думаю, мы не осилим такое. В одном блоке? Да. Тогда не круто. Еще и Пермь при этом. Поэтому мы ждем с тобой, знаешь что? Мы ждем мая 68 и идем на Казань. На узбеков? На Казань. А, ну го. Потому что узбеки никуда не денутся, а Казань... А потом идем моих узбеков убивать тогда. Ну да. Так, войска отвожу. У меня почему-то минус 0,13 все капает. А, у меня миссионер был. Теперь миссионер. Мне надо в мире посидеть. Сейчас я отключу. Окей, в мире посидеть. Ядыгар, Мухаммед, Борачнуа, ребят. Ну, кстати, по торговле у нас доходы больше. Ну, если бы я сейчас в сингле играл, я бы сейчас сел, короче, и просто бы даты покрутил, чтобы рекорды хотя бы поднялись. Ну, нельзя, нельзя. Тут надо действовать по-другому. Крымские сепары готовы в Генуе восстать. Может их поддержать? Что? Что? Какие-то китайские сепары подъехали. Прекрасно. Тебе же так мало проблем. Да, давайте еще китайских сепаратистов. Да. Почему бы нет, да, кстати? Почему бы нет? Почему бы и нет, да. С китайцами. Я хочу, короче, сделать вот так вот. Поднять войско. Я себе еще плюс 5 кавки сейчас сделаю. А, кстати, вот если ты распускаешь войска, ведь они в рекрутов возвращаются, да? Не знаю. Вроде бы нет, это фигня нельзя было. Смотри, 5 кавки распускаю. Нет, рекруты не вернулись. Что-то странно. Кстати, да, вот куда они распускаются? То есть просто взяли... И их уничтожили. И решили, мы не будем рекрутами, да, просто? Зачем? Это не по-нашему. Я, кстати, Астрахань бафнул на торговлю, то есть теперь больше. А это наш торговый узел? Наш родной узел или что? Да, наш родной узел. Отлично. Ё-моё, там 20 кав у... Казани-то. Ну, у них 4-й воинтех, поэтому, я думаю, 5-й воинтех зарешают, да, тут все-таки? Ну, у тебя 5-й? Да. Угу. Я думаю, тогда проблем не будет. Гражданская... Ну, у тебя... Как доплатить за институты? Технологии, значок там, показатель... А, вот, вижу. У меня ренессанс вообще медленно идет. Колонизм 1500. Колонизм, знаешь ли, еще рановато. Так. У меня... Какое у тебя общее развитие, кстати? 178. А, у меня какое, мне интересно. Это ведь в экономике 326. Ну, да, у тебя... Хотя, я выгляжу меньше тебя, и при этом я грабил почти все профки. Ну, у тебя их, во-первых, больше. Ну, я уже их еще грабил, вот что. А у меня просто здоровые проводы, смотри, как его размер они. Ну, да, здоровые, но бестолковые. Короче, у меня 15 кава в армии и 5 пехоты. Я, походу, сейчас с харчинами пойду воевать. А, не, они, смотри, с ижением там что-то пилят, ни хера. Харчины, ой, как страдают-то. Мы вообще-то собирались с тобой сейчас на Казань. Ну, да. Я уже готов, кстати, войне, подводи ее. Все, перемирие закончилось. Ну, что, я врываюсь, ты подлетаешь, да? Угу. Во славу Аллаха! У меня другой бок, сори. У меня тенгри, ее брат. Смотри, я просто их шотнул. Опять серия заканчивает 35 минут. Смотри, я шотнул их армию. Да, вижу. Почти полностью. Ну, что, заканчиваем? Ну, да, давай заканчиваем на этом серию. Кто заканчивает-то, я, что ли? Конечно. Ладно, ребят, большое спасибо за просмотр этой серии. Не забудьте поддержать ее лайками, своими также комментариями, советами, куда нам дальше развиваться, куда идти, что делать. Надеюсь, вам нравится это прохождение. Оно неординарное. За две орды вместе в союзе и покоряем весь мир. Возможно, мы даже это сделаем, если нам не будет лень. Ну, точнее, мрамор, а не мне. Он более ленивый. Это все знают. А, да, да, да. Ссылка в прошлой серии. Ладно, всем спасибо, всем пока.